Дрекст хити означает неподвижность вгляда, упрощение зрения, то есть это позволяющее видеть мир как абсолют. Для нас Дрекст хити это шамбхави мудро, это способность с открытыми глазами обладать зрением видящим абсолют. Дрекст хити означает, что вы видите мир особым образом. Как? Например, есть цветок, я могу видеть цветок обычным образом. Есть я, есть цветок, есть процесс восприятия, цветок оказывает воздействие на меня. Я вижу, он производит в уме ассоциации, я думаю, какой красивый цветок. Возникает какое-то эстетическое удовольствие. Дрекст хити означает, что я вижу цветок, не вынося оценок и суждений. Зрительный образ дает энергию, но параллельно со зрением мой взгляд неподвижен, как в шамбхаве мудре, и я распознаю тонкое пространство осознавания. И в момент восприятия тонкое пространство осознавания доминирует. Тогда образ цветка отправляется не моему уму для наслаждения и вынесения оценок. Он отправляется прямо в тонкое пространство осознавания, соединяясь с ним. И как энергия он усиливает мою осознанность в шамбхаве мудре. И тонкое пространство осознавания есть Бог, проявленный в сознании. Это означает, что образ цветка во время акта зрения не идет моему уму и эндриям, и они не наслаждаются этим. А он прямо идет Богу, так можно сказать. Он подносится Богу за счет того, что ум не пользуется им, не присваивает себе. А через тонкое пространство осознавания будхи он отправляется прямо, соединяясь с Атманом, с видением Атмана. С точки зрения философии шиваизма, во время акта восприятия через джинян-индрию глаз происходит извлечение параспанды, или вишешаспанды, или саманиспанды. И когда она извлекается, в момент такого подношения тонкому пространству осознавания, Бог начинает сиять в виде параспанды и благословлять. Таким образом, я не просто вижу цветок, а я получаю благословляющий импульс ануграхи. Я получаю божественную шахтипадху, глядя на цветок. А сам цветок, как эстетическое удовольствие, отправляется как подношение Богу. Я не присваиваю себе эстетическое наслаждение от цветка, предоставляя Богу им наслаждаться. Я ставлю Бога верховным наслаждающимся. А сам я не наслаждаюсь цветком. Я в этот момент наслаждаюсь самим Богом. Как я наслаждаюсь самим Богом? Благодаря неподвижному взгляду, практике Шамхави Мудры, пребыванию в состоянии осознанности, я чувствую, как в момент такого подношения мое состояние осознанности усиливается, ведь энергия завибрировала. И от цветка идет божественное благословение. Говоря проще, вы смотрите и видите в цветке не цветок, а Бога. И что бы это ни было, вы смотрите и видите не некий предмет, а видите Бога. А когда вы видите Бога, разве вы не получаете благословение? Разве вы не получаете радость? Разве вы не получаете восхищение? И тогда вы бросаете взгляд на мурти, на колонну, на стену, на человека и видите Бога. И вы всегда и везде получаете благословение. И тогда вы понимаете, что в принципе вообще не важно на что бросать взгляд. Если у вас есть дрекстхити, упроченное зрение в Абсолюте, позволяющее видеть Бога за всем, извлекать параспанду, саманеспанду или вишешеспанду, извлекать божественное благословение, тогда все вас благословляет. Тогда вы понимаете, вот в чем секрет видения святых. Вот почему говорят, святые во всем видят Бога, потому что они обладают дрекстхити, особым взглядом, который позволяет непрерывно за всеми играющими феноменами сансары видеть Бога. А видеть Бога, если вы видите реально Бога, вы не можете остаться прежним, ведь Бог это не нейтральный объект. Бог это объект с колоссальным притяжением, это объект с колоссальными благословениями. Например, разве вы можете просто так смотреть на луч лазера? Никто не может смотреть на луч лазера, лазер влияет сильно, он может ослепить даже. Никто не может просто так слышать громкую музыку, музыка проникает в вас. Это не нейтральная вещь, и Бог абсолютно не нейтральная вещь. Видя Бога, вы не можете остаться прежним. Бог это благословляющая вещь. Как только вы начинаете видеть Бога, вас пробуждается ананда. Радость от получения благословения. Ясность и множество других вдохновляющих качеств. Вот что такое Дрикстхити. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин